заехали на водоем где провода да вот здесь такая ландшафт стал на дереве и отсюда катим до куда интересно у папа у папа что-то я стремаюсь у есть озеро саш праздник где рыбу-то под водой подо льдом еще а то смотрю снаряжение тебя такое по-взрослому за санка хочу поймал чего нет а мы вот на коньках второй день сейчас до алексина и обратно ну все все по очереди меняю сообразно погоде я в курсе я курсе живая река живет что-то такое непонятно интересно если других лук такого мы не встречаем а есть какая-то минералка минеральная вода газированная не хочешь иметь пока нет какая-то запенка не очень что александр лайка водная гвать ну что водная водная стихия дина и водная хочу за банки пятки замочил ничего это не остановит вас не останавливает вообще никак ничего у нас камера все снимает александр мы задокументируем твой прыжок в полденье нырок на как это называется аномальная погода конца января второй половине января так смотрим вещь нужная хозяйстве офигенная берем берем конечно так это отец александр второй раз уже нахожу такой что нашел смотри она фирма sima ну ладно я это другу своим подарю sima ты невыносима в общем это поехали дальше ну и можно отбиваться там с чего вот александр борода развивается такое чувство свободы прибывает весь замкнулся в себе устремлен взгляд вдаль да полное погружение с пакетами одевать нас об рыбу не спугнуть рыбы нет да отлично это наша тема а есть есть вот что то есть какая-то рыбка так мы можем прошли полтора километра может быть два от начальной точки александр не в одном глазу так толщина льда смотрите внимательно толщина порядочная почти сбор то это почти 40 сантиметров да кто не знает ёж это рыба вот так едешься лед очень на высоком случае конечно озерные коньки бы нас выручили но у нас не озерные но все равно крутые коньки вон они пингвины а вот отец александр он едет пингвином да есть такой рассказ у анатолия франца остров пингвинов сейчас как раз по мотивам этого рассказа движемся навстречу приключениям но здесь лед такой интересный с промоинами да потому что камера дорогая если утонет камера александр будет расстроен александр достаточно бодро орудуют палками конечно сказывается лыжная подготовка многонедельная сейчас пришлось ему ремень на последнюю дырку за уже затягивать все-таки а трещина а он и полыня александр ты едь сюда лучше не очкуй ну там пингвином ты хотел ну подожди пингвины все там вот еще одна полыня впереди смотри прям мечта как мечта конькобежца ничего мы ее объехали так мы подъезжаем тут отец александр едет там полыня а вот здесь затонувший корабль варкас можно можно да так я чтоб не пойму так смотрите какое отличное явление мы с тобой докатались вот она такая маленькая уменьшается да мы здесь даже бежали до полыня а теперь да здесь промоем скорее промоем такой туман над рекой ветра практически нету а вот александр у него промокли ноги это его не останавливает вот прям полыня посредине александр да 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 то есть отец александр горит сейчас на сегодня хорош да 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 здоровье дороже всего но мы обозначили то что это весело да ладно тебя спас бы не переживай не подал бы тебе эту штуку туда я понял что имеет несколько функций а ей можно учерпывать лед можно глушить рыбу можно да да вот можно перепилить там бревно да 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 и отпугивает медведей в общем замечательная такая вещь ручной работы видно что с любовью отнеслись к ней теперь у нас сегодняшние прогулки трофей есть как поселок называется александр хорошо многие все залиты а не знаю хватит сил ты меня на машину дотянуть должно хватить александр в рясе тут поехал в котелке и зимний рясе надо дождаться пока лед станет и всех поздравлять до подарки дарить это в следующем сезоне скорее всего подарки на финские свечи каждому я буду волокуши я буду волокуши такой поезд с волокушами там три волокуши да кстати мы сразу олени купим не поймаем там лесу косули я думал и купить озерные коньки чтобы мы могли даже в такую погоду наслаждаться я думаю что тут по такому льду на озерных коньках и надо ездить можно который струк сделан не хорошо катятся но отталкиваться конечно тяжело вязнуть вязать 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 коньки ого давай александр поднажми чуть-чуть давай давай хороший лед ничего себе на одних руках сегодня у александра скользят ботинки хорошо надо немножко сыра александр решила установку сделать небольшую глотнуть воды александр тебе нужен фрукты твой организм требует протекло сквозь бывший бывший нет настоящий выживальщики вид редко утром и настоящий выживальщики пьют лёжа или с колен прямо со льда со льда за а вот как бы как бы тот стал пить воду со льда легко если бы у тебя вот были будут палки в руках ты бы стал бы отсоединять я бы ладошки набрал воды и пил бы ладошки в ветхом завете когда войну на войну набирали людей подгоняли к реке те которые оружие снимали себя пили без оружия такими ладошками как ты говоришь это были такие любители непрофессиональные профессиональные воины они с оружием не расставались они пили ели с оружием их брали выявляли кто из них воин хорошо берем на заметку тренер дорвался в любом случае удовольствием улучшает катание ну и больше всего удовольствием потому что ты на природе рядом с природой природой придает сил улучшает самочувствие настроение так что заходите на улицу берите коньки и лыжи обладайтесь окружающим миром точку точку ушел так что заходите так что заходите ну Александр пойдем давай о промойна с праздником православные ну и как вы думаете не знаете ну молодцы на коньках а я только с последней недели мороза сынка маленького возьму с коньками сюда покатается да надо озерные только коньки брать по длине длинные такие есть нет такие они называются туристические байсы или озерные коньки нет мы по простому что есть а их навальники привязаны прямо нет они под лыжные ботинки там лыжные крепления стоят и лыжные ботинки понятно по хорошему ну да да не ну у кого есть просто на них удобнее здесь кататься они длинные лезвия не так ноги забиваются рыб мальчика возьму кто-то хоть как-нибудь что поймали что-нибудь да ну очень плохо это блюдо ерш один да а а а а а вы с нашей стороны то да а а а а а а а а а у а у алексинских такие пешни с круглым дугой такой не мы там это калужские это русские у нас такое различие если вот у пешни круг такой сверху это алексинские либо тульские у них там чашпром арматура у них все одинаковые пешни понятно старутся да на коньках на лыжах бегом на велосипеде нет с утра все же ослужили надо сюда не хорош надо было туда залететь на пьедестал закончилась благополучно потому что промокли ноги на следующий раз с ними более длинную историю следите за нашими новостями выпусками новыми